Будет ли действовать уже предоставленная отсрочка, если примут новый закон о мобилизации? Законопроект номер 10449 оборотов усиления мобилизации сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады. Большинство экспертов сходятся во мнении, что его примут, возможно, с определенными доработками, о том, будет ли действовать после принятия этого закона уже предоставленная отсрочка от мобилизации, рассказывает РБК Украина, проект Esteller, со ссылкой на публикацию адвокатского бюро «Пани в законе» в YouTube. Отменят ли отсрочку, если примут новый закон о мобилизации? Некоторые основания, которые действующим законодательством дают право на отсрочку от мобилизации, могут быть отменены. В частности, такую возможность хотят забрать в аспирантов и мужчин, которые ухаживают за своими бабушкой, дедушкой. Очень распространенный вопрос, который до сих пор является спорным, будут ли отменять отсрочку от мобилизации, которая предоставлена с определенным сроком, после вступления в силу нового закона. Согласно действующему законодательству Украины, никаким документам не предусмотрено вообще сроков, на которые предоставляется отсрочка на период военного положения, говорит адвокат Мария Левченко. При этом она отмечает, что вывод, который выдает ВВК, действует 6 месяцев. А дальше его можно пересматривать, а поскольку никаким нормативно-правовым документам не предусмотрена обязанность ставить определенные сроки на отсрочку от мобилизации, то как примут новый закон и у вас больше не будет оснований для отсрочки, то вас могут хоть на следующий день мобилизовать. Исключение составляет продолжение обучения до завершения учебного года, объясняет адвокат. Левченко подчеркнула, что процедура прерывания отсрочки не прописана. Поэтому сейчас нет оснований утверждать, что если у человека есть отсрочка, например, на основе ухода за бабушкой, что его не мобилизуют после принятия закона 10449, отметим также, что законопроект 10449 прошел уже первое чтение. Чтобы он вступил в силу, еще предстоит второе чтение, после чего его должен подписать президент. Читайте также о том, имеет ли право ТЦК выписывать штрафы без суда. Ранее мы писали о том, где ТЦК могут вручать повестки по новому закону.